Возвращаемся к полету. Вы сказали про крылья. А скажите, пожалуйста, что из себя представляют крылья у всех позвоночных? Я не спрашиваю, с чем? Я спрашиваю, какая это часть тела? Конечности. Это видоизменение конечностей. И у летучих мышей, и у птиц это видоизмененные конечности. А вот у бабочки, у стрекозы, у руками? У них нет, у них есть лапки. А крылья есть? Да. А они что такое? Может тоже лапки? На спине они. На спине. А, классно. Еще они приезжают. Скажите, пожалуйста, вы можете вот так вот рукой двинуть? Да. Пальцы можете? Согнуть, разогнуть руку в голову? Да. Если ваша конечность построена парычажным принципом, и ее детали подвижны относительно друг друга, какие части тела приводят ее в движение? Мышцы. Мышцы. То есть внутри конечностей мускулатуры есть? Да. Есть, чудесно. А у стрекозы, у бабочки ушек, а внутри крылья нет? Нет. Крылья у насекомых это просто выраст и покров. Примерно так же, как наши волосы или ногти. Собственных мускулатурных нет совершенно. Пока нет. Да? Ооо. Вот когда будем с полетом разбираться, будем смотреть, чем отличается полет у позвоночных от полета у бесту. Там отличие массы. Хорошо. А вот крыло драконы, это крыло без позвоночного или крыло позвоночного? Да, конечно. Подвижно во всех этапах. Иначе летательную пленку просто нельзя натянуть. Хорошо. Получаем. Сразу вопрос. А сколько у позвоночных конечностей всего? Четыре. Четыре. На самом деле... Пять. Там еще костик. Столб. Вот. Ребята, именно для этого и нужна морфология. Морфология – это наука о строениях тел, но не просто о строении. Вот дальше же берем с названием наука. Без этого дальше нельзя было. Какая наука называется анатомия? Остроение тела человека. Остроение только человека. Нет, а остроение. Отлично. А у лягушки анатомия нет. А, нет. Ну и капиталист. Нет, для того... Остроение тела. Отлично. Про наука физиологию слышали? Да. А чем занимается физиология? Свойство. Сейчас нет. Ну, встроение – это уж свойство. Поварка. Нет. Это же не влияет. Боже. А физиологией занимается работой. Работой. Работой – тело. И лёгкого. Обычно эти термины применяют к живым существам. На самом деле нет логического запрета, применить к неживым. Отлично. Можно ли изучить анатомию велосипеда? Да. Да, конечно. Это будет перечень деталей с их описанием. Можно ли изучить физиологию велосипеда? Да. Конечно. Как работает система? Приведите пример анатомической патологии велосипеда. Патология? Да. Что такое патология? Понимаете? Заболевания, нарушения. Патология. Надо смазать цель. Да. Что? Смазать цель – это анатомическая или физиологическая? А, анатомическая. Порвалась цель. Порвалась. Развив цели. Так у вас изменилось строение деталей. Вы наехали на бордюк, у вас на переднем колесе восьмерка. Это физиологическая или анатомическая патология? Физиологическая. Форма деталей осталась неизменной или изменилась? Но она же деталь dependent. Форма деталей осталась неизменной или изменилась? Изменной. хорошо что вы долго не смазывали велосипед и у вас с трудом прокручивается передача вот это патология анатомическая физиологическая у вас попал песок в шестеренку и соответственно бежит скрипит и не едет патология какая разница понятно хорошо а теперь что такое морфология морфология сравнительно анатолий дело в том что для того чтобы серьезно разобраться со строением а главное происхождение этого существа надо рассматривать не каждую изолированную а берем вот такую команду анализируем строение общих признаков смотрим какие признаки для всех общие а в чем анализируем и пробуем смотреть при изменении каких признаков можно из одной команды получить представитель другой так хорошо немножечко отделаться